Если вам подарили подарок, вы должны сказать спасибо. Можно также сказать большое спасибо или, например, огромное спасибо. Посмотрите на эти машины. Любимая, спасибо за сына. Наверное, муж подарил эту машину своей жене. А на этой машине написано «Спасибо деду за победу». Эту фразу часто можно услышать 9 мая, когда в России празднуют победу во Второй мировой войне. Еще одна полезная фраза «Спасибо за внимание». Ее говорят в конце лекции или выступления. Можно также сказать «Благодарю за внимание». Итак, словом «Спасибо» в русском языке выражают «благодарность», то есть «благодарят». Интересный факт. В русском языке американский праздник Thanksgiving Day называется День Благодарения. Слова «благодарить» и «благодарность» часто используют в письменной речи, например, в газетах. Например, в этой статье написано, что президент Франции выразил благодарность пожарным, которые спасли Нотр-Дам. В другой статье написано, что Папа Римский поблагодарил пожарных за Нотр-Дам. И еще один пример. Студент, который получил президентскую стипендию, говорит «Я очень благодарен моим учителям и семье». В России популярен такой жанр, как «благодарственное письмо». Например, в этом письме слева губернатор Забайкальского края выражает сердечную благодарность ученым. А в этом письме справа администрация Владивостока благодарит активиста. И еще одна полезная фраза. В конце письма, обычно электронного письма, можно увидеть фразу «заранее спасибо». Обычно ее используют, когда о чем-то просят. По-английски в такой ситуации вы напишите «thanks in advance». Список слов вы также можете найти на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok